Привет, Хоккейный Город! Этот выпуск хочется начать с вопроса. Знаете ли вы песни Бритни Спирс? Вот эту. Уже не девочка, но еще не женщина. Это я к чему. Да к тому, что у хоккеистов тоже есть такой этап в жизни, когда они еще не мужчины, но уже и не мальчики. Юноши. Про юноши наш хоккейный спецагент приготовил хоккейный спецрепортаж. Верлинство ДФО среди юношей прошло в Центре развития хоккея Амур. Хабаровск на турнире представили сразу две команды – 13-14-летних парней. Прелесть детского хоккея в том, что для этих мальчишек игра – именно игра, а не работа, как для взрослых хоккеистов. Рационализм взрослого хоккей, конечно, он его немножко убивает. Здесь недостаток мастерства компенсируется именно желанием, эмоциями, поддержкой болельщиков. Когда мамы и папы здесь все, и они дружно поддерживают, конечно, это драгословит. Примечательно, что сами юные хоккеисты прекрасно это понимают. Отсюда цели, плюсы и минусы. У меня есть мечта. Я хотел бы сыграть с Артемием и Панарием вместе. Сложность, что мы халями в этом возрасте. А плюсы – сейчас надо показывать больше, работать. Шансы сейчас есть. Что касается шансов, то они есть всегда. В юниорской хоккейной лиге этих парней мы увидим не раньше, чем через три года. В МХЛ – через четыре, а в КХЛ самых талантливых и настырных – только через пять лет. Понятно, что дойдут только единицы. Конечно, юниорская лига – это первый этап, когда идет отсев, так скажем, первый. Дальше молодежная, куда опять еще меньше людей заходит. В КХЛ особо одаренные попадают. Я думаю, что шансы у пацанов есть. А чтобы шансов со временем не становилось меньше, переходному возрасту мальчишек тренеры не мешают. Контролируют. Где-то некоторые ребята могут уже где-то огрызнуться, где-то что-то. Но мы стараемся это убрать. А так раньше только посмотрел, они все понимают. Но все равно сейчас проще в плане дисциплины. Конечно, подросли уже ребята и тоже иногда понимают, что мы говорим. Что касается результатов, а это тоже важно, на первом этапе соревнований, который состоялся на Сахалине, первая команда хабаровчан заняла второе место. В Хабаровске наши тоже среди лидеров. А решающий третий этап состоится во время весенних каникул. Обратили внимание на тренера пацанов, на Евгения Сергеевича? Мы – да, да так, что получилась не просто рубрика «Вопрос-ответ», а целая хоккейная персона. Здравствуйте, меня зовут Евгений Растворцев. И сегодня я вам немножко расскажу о себе. Хоккей пришел в мою жизнь. У меня занимался брат, старший. Тоже играл, как и я, можно сказать, «Далмур-2». Мы как-то пришли на тренировку. Владимир Леонидович, братухин, подошел к моему брату и говорит, «Твой будет заниматься хоккеем?» Ну, сразу брат говорит, давайте я у него спрошу. Я, само собой, сразу отреагировал. Прибежал домой, родителям говорю, собирайте форму, я готов. Брат меня возил всегда и отец. Тренировки были, как сейчас помню, в 6 утра. А я сам живу в Березовке. Добирались мы часто в 5 утра, вставали и вперед на тренировку. Виктор Владимирович вообще у нас в Березовке, можно сказать, все было на нем. Он занимался всем, заливал там и все делал. Это все было, можно сказать, на моих глазах. Как он говорил, Мишка Климчук, это мой прям друг хороший. И он, можно сказать, там начал. И потом тоже. Он еще позже меня пошел в хоккей, наверное, около 9-10 лет. И тоже вот играет до сих пор, играет сейчас на Сахалине. Так что Виктор Владимирович прошел это. Ну, я тоже, в принципе, когда вот мы набрали с Антоном, я один год здесь поработал. И потом открылся филиал в Новом Мургале, Верхнебуринский район. И Владимир Леонидович попросил меня, как бы, надо съездить туда поработать. Там тоже самая открытая площадка была. Доходили градусы до минус 40, выходили тренироваться. Минут 15 потренировался, пошел, погрелся. Второй раз уже как-то легче. К Морозу привык. Где-то щеки растирали, там и тренеры, и дети уже беляли щеки. Но ничего, нормально все. Пацаны счастливы были и радостные в Новом Мургале. Вообще пацаны хорошие. Видно, что отличие есть от грецких ребят. Брат поиграл в хоккей, потом там ушел на работу. Стал работать там в организации, там, Дальмостострой. А я получилось так, что играл один сезон в Ангарске. Потом в Соколе Красноярском. И потом я приехал сюда, в Хабаровск. Почему-то меня всегда Владимир Леонидович направлял в этом русле. Говорит, может быть, в тренеры. И что-то мы с его сыном, с Антоном Владимировичем Братухиным, пошли в тренеры. И первый набор у нас был где-то 2011 год. И набирали 95-й, 96-й год одна группа. И второй, 99-98. 2006-й год набрали в пять лет ребят. У нас, я думаю, что один из самых больших наборов вообще, мне кажется, за всю историю нашего хоккея. Прошло около 250 человек. На данный момент у нас осталось три состава. 65 человек. Стараемся, чтобы все играли. Но сейчас уже, думаю, что некоторым ребятам надо все-таки определяться уже. Думать, может быть, больше об учебе. Всегда кто-то начинает уходить, кто-то, может, меняет вид спорта. Но в основном, наоборот, ребята, которые пришли чуть позже, не в пять лет, например, в семь, в восемь. Мне кажется, даже они как-то больше работают над собой, видать, догоняют. На данный момент у нас есть ребята, которые, в принципе, уже в первом составе и догнали всех, и перегнали, и очень неплохо смотрятся. Ну, конечно, сейчас вообще все по-другому. Я скажу все равно, дети не совсем другие, что говорить. Взять, раньше Суперлига была. Я отца просил разбудить меня, просто посмотреть новости спорта. Все игры сидел, записывал их. У меня специальный блокнотик был. А сейчас ребята все равно более такие, как сказать, для себя больше. Они приходят сюда, потренировались, а так спросишь, кто как играет. Ну, конечно, есть пацаны, которые знают все, как КХЛ сыграл, как НХЛ сыграл, как вот наши ребята с первой команды сыграли. А есть ребята, ну, по-честному, ну, даже все доступно сейчас. Просто зайти в интернет, посмотреть. Ну, мало ребят интересуется именно помимо своего хоккея, что-то вокруг. Раньше ты стремишься где-то узнать, что-то интересное. А тут же все просто. И как бы это, мне кажется, дети не воспринимают так, что, ой, да ладно, потом узнаю. Да и ладно. А потом их спросишь, смотришь, они уже могут в раздевалке там где-то посмотреть. Да вот так вот сыграли, да вот так вот сыграли. Я говорю, ну, сами должны-то интересоваться этим. Так вот сказать, что ребенок пойдет дальше, такого, я думаю, тренер мало какой скажет, что прям сразу вот видно, что он заиграет. Ну, надежда какая? Да, есть просто ребята, которые легко дается. Просто легко. Ему даешь упражнение, он с первого раза его сделает. А некоторым ребятам, ну, два раза, три раза говоришь, можешь и четыре сказать. И они не понимают чуть-чуть, что им говоришь. Так что, ну, а вообще физически, конечно, ребята же разные. Кто-то вот, например, с места стартовое хорошее. Для хоккея, я так понимаю, все равно лучше больше стартовой скорости. А у некоторых такая, когда, например, бежим там по три круга, он постепенно-постепенно может обогнать кого-нибудь. Но с детства все равно видно, что он похож на хоккеиста. А вот так сказать, что заиграет, я думаю, что это тяжело вообще сказать любому тренеру. Родители, конечно, да, скажу, что очень много мешают. Но я скажу, что у нас, в принципе, таких тоже проблем нету с родителями. Мы сразу говорим, если что, подходите, будем разговаривать. Всегда находили компромиссы и ничего такого там сверхсерьезного там не было. Ну, а так родители, конечно же, мешают не то, что даже нам, а своим детям. Мы вот говорим там, что ну и поменьше вы их даже ругайте. Наоборот, им поддержка. Мы на скамейке на них бывает, там что-то объясним, где-то, может, там подкрикнем чуть-чуть. А если еще сверху отец кричит, там ты такой, у него уже двойная идет нагрузка, то, что он переживает сильно. После игры то же самое. Надо больше хвалить детей. Им и так хватает, там где-то мы крикнем, ну и так далее. Там где-то судья может удалить, где-то может даже ошибиться. А тут еще идет он, голову так свесил, и папа ему еще, да ты заканчивай с этим хоккеем. Нет, я думаю, что детей надо все-таки больше поддерживать. Отдаться полностью в хоккей, чтобы пусть тренер больше говорит. Да, где-то некоторые моменты, чтобы старался, можно говорить. А даже вот технически, по тактике, у нас же там родители все всю тактику знают наизусть. Так на них посмотришь, такие прям можно смело в КХЛ их ставить. Если разобраться, они много вещей таких говорят, что не стоит даже говорить детям. Всегда общаемся со всеми нашими тренером, с ЮХЛ, с Кащеевым, с Арендовым. Мы всегда общаемся, ну и они очень много нам подсказывают, так как старшие тренеры все-таки. Никто не отказывает, я бы сказал. И мы все вместе общаемся. И красная машина, мы все упражнения просмотрели. Оттуда что-то взяли, что-то свое добавили. Так и работаем, в принципе. Домашние задания даем, конечно, обязательно. Потому что в нынешнем хоккее, я думаю, что без работы над собой ты ничего не добьешься. Тренировки – это тренировками. Но надо обязательно работать над собой. Даже сравнить, вот когда мы тренировались, раньше мы даже подумать не могли, что так, честное слово, там и шайбу вот эту поднять, и что-то можно такое сделать, и за ворот вот это забить. И технически, конечно, хоккей вырос очень сильно. И поэтому детям, если они не будут дома заниматься, тяжело вообще просто на тренировках вырасти в хорошего хоккеиста. И лекции, да, перед тренировкой бывает соберемся, все скажем, они молодцы, стоят. Поначалу, конечно, стесняются, что там переживают, прям как, хотя вроде вместе все время находятся, перед кем стесняться. Но стеснение все равно у пацанов есть даже между собой. Мы делали там, ты, например, за Грецкий узнаешь, он пришел, мы всех собрали, он встал, перед всеми пацанами рассказал, что там Грецкий добился, что там то, ну, наших хоккеистов там. Да всех мы постепенно, всех пацанов подводили к этому, чтобы узнал вообще, кто это, что это. И пацанам интересно, когда ты им говоришь. Сейчас вот уже прям такой серьезный возраст, где-то могут даже некоторые огрызнуться. Раньше такого не было, такой переходный возраст. Но тяжелее, конечно, стало в плане того, что они уже такие более эмоциональные. Но все равно в дисциплине, в плане того, что раньше там что-то подкрикнешь, что-то скажешь. А сейчас можно просто иногда даже взглядом посмотреть на пацанов, и они уже понимают, что что-то не то. Они как-то, ну, дисциплина, конечно, с каждым годом лучше. Но вот оп, и девчонки пришли уже смотреть, они как-то повыпендриваются чуть-чуть. В первую очередь, если нет дисциплины в команде, это вообще, я думаю, что тяжело всей команде. И я вот сказал, что я ходил в 6 утра. У нас 2006 год, когда мы набирали, тоже ходили в 6 утра, ребята. Да, там, ну, чуть-чуть опаздывали, мы тоже говорили, ну, ничего страшного, 6 утра, там кто-то может подзадержаться где-то, что-то. А сейчас уже нет, у нас такого нет. Сейчас вот опоздал, и будешь как бы наказан. Они вот раньше говорили, там, мама с папой там проспали. Мы сейчас говорим, уже такое не, как сказать, не прокатывает. В плане того, что проспал это ты, а не родитель уже. Уже ты сам поставь будильник, сам родителей разбуди вовремя. Даже раньше информацию где-то там в группу писали, там родители, чтобы знали. А сейчас мы на 90% информацию даем детям, чтобы они уже сами были дисциплинированы, чтобы они сами все говорили и родителям, и все, чтобы ложилось все на них. Родители нет-нет, там что-нибудь там приедут, не приедут. А когда они уже сами их подгоняют, пацаны, реально дисциплина очень сильно воспитывается, когда они уже сами. Находится вот у нас КЦХ в Южном, получается. У нас есть ребята, которые ездят в Матвеевке, где-то очень далеко. И вот у нас там Виталька Тимофеев есть. Мальчишка старается, приезжает туда на нескольких автобусах. Иногда у некоторых детей спрашиваешь, ты почему опоздал? У меня отец не приехал. Я говорю, тебе уже 13 лет, надо как-то головой думать, что ты сам можешь добраться уже легко на автобусе. Но вот некоторые еще дети все равно, родители их слишком к себе, как говорится, привязали. Уже возраст такой, мне кажется, я вот даже по себе в 10 лет, наверное, ездил уже сам. Ну сейчас большинство уже пацанов прям все сами ездят на автобусах, без проблем как бы. Уже старше просто становятся. Спасибо большое за внимание. Болейте за наших. Показали взрослую хоккейную персону, значит, нужно показать им молодую. Впереди рубрика «Идентификация тигра». Всем привет! Я Гнат Коротких. Нападающим хакамурские тигры. Готов отвечать на вопросы? Да. Во сколько лет начал играть в хоккей? В пять. Папа привел, когда был маленький. Лучший игрок всех времен и народов? Павел Дацук. Дацук против Гарнета. Городок шайба. Ну... Самый веселый хоккеист? Олег Катис. Тут несложно было догадаться. Лучший друг в команде? Мажаров. Лучший друг в команде? Коротких. Пускай будут. Металлика или Дима Билан? Дима Билан. Тимати или Егор Крид? Тимати. Таиланд или Турция? Таиланд. Последняя прочитанная книга? Волшебник из Амрудного города. Смотреть фильм дома или в кинотеатре? В кинотеатре. Любимый фильм? Дюнкерк. Куда мы направляемся? Дюнкерк. Я не вернусь назад. От этого не спрятаться, сынок. Любимый сериал? Сверхъестественная. Скарлетт Йоханссон или Анжелина Джоли? Анжелина. Блондинки или брюнетки? Блондинки. Есть девушка? Нету. На этом сегодня все. Болейте за наших. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!